Алексей Корякин – эксперт с надсилетним стажем. Первый в области получил допуск на проведение пожарно-технической экспертизы по обнаружению следов горюче-смазочных материалов. Выяснить о них может буквально всё. Вот до производителей бензина или другой горючки, так пожарные между собой называют, лековоспламеняющиеся вещества. Сейчас мне просто надо найти, есть там вообще, есть смысл что-то искать или нет. Вот и всё. Сейчас показания, что есть. В руках Алексея материалы, которые только сегодня поступили на пожарно-техническую экспертизу. Оказалось, что следы есть, и дальше предстоит кропотливая работа специалиста с реактивами, колбочками и спектографом. Надо установить, какой вид горюче-смазочных материалов использовался при поджоге. Вывод поступил через 20 минут. Использовался бензин марки 80, произведённый в Ангарске. И так всегда, как только у органов дознания следствия возникает сомнение в причинах пожара, на помощь приходят сотрудники сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории. Вообще в секторе судебных экспертиз инженерно-экспертного состава 5-6 человек, я, два старших эксперта, старший инженер и два эксперта. Организовано круглосуточное дежурство. То есть 24 часа в сутки кто-то из инженеров или экспертов находится на дежурстве. Теперь у испытательной пожарной лаборатории есть новый, оборудованный по последнему слову техники автомобиль. Получили его два года назад в рамках федеральной программы «Пожарная безопасность». Для работы на пожарище в нём есть всё необходимое. Поэтому эксперт может уже на месте указать причину пожара, что в свою очередь помогает органам следствия по горячим следам установить злоумышленника. При этом подозреваемые могут издять одежду, проверить её на наличие ГСМ и сверить с уже имеющимся материалом. Такая машина одна на всю Иркутскую область, поэтому экспертам приходится выезжать в разные уголки при Ангаре и даже в соседнюю Бурятию. О том, что в испытательной пожарной лаборатории работают настоящие профессионалы, говорят сами факты. Первое место по Сибирскому федеральному округу и второе по России. Вадим Шевцов, Константин Синицын. Новости сейчас.